Передвижная выставка «Сирийский перелом» представляет собой масштабную военно-патриотическую акцию. Поезд с военной техникой и оружием, который наши соотечественники смогли отбить у террористов, начал свой путь в Москве в День защитника Отечества, и на сегодняшний день он уже прошел более 25 тысяч километров. Владимир стал 47-м по счету городом, где на несколько часов сделал остановку поезд «Сирийский перелом». Поезд с военными трофеями прибыл из Нижнего Новгорода. Всего в составе эшелона 20 вагонов. В рамках передвижной экспозиции жителям демонстрируют более 500 образцов вооружения. Это тяжелая техника и легковые автомобили, а еще огнестрельное оружие и самодельные взрывные устройства. Сейчас все эти трофеи – музейные экспонаты, однако буквально несколько лет назад все представленные образцы использовались боевиками против мирных жителей. Наши войска организовали беспрецедентную и профессиональную антитеррористическую операцию в Сирии. Они с доблестью выполнили свой воинский долг. Они достойны памяти дедов и прадедов, победивших нацизм. В рамках этой патриотической акции у горожан была возможность не просто увидеть образцы вооружения боевиков, но и узнать из первых уст, как наши соотечественники боролись с терроризмом. Экскурсию по поезду проводили непосредственные участники событий в Сирии. Те, кто рискует собственной жизнью в бою, завоевывали эти трофеи. Один из привезенных экспонатов – БТРО Т-64 «Скот». Этот бронетранспортер может передвигаться как по воде, так и по суше и разгоняться до 95 км в час. Сирийская армия закупила около 300 единиц и поставила их на вооружение. Как перешел к боевикам, никто не знает. В 2016 году под Алепой во время боя вышел из строя и был брошен боевиками. Далее уже перешел к нам. Сейчас находится на полном ходу. Отремонтирован здесь, в России. К слову, встречали военный эшелон во Владимире сотни людей. Большинство – это школьники, представители юноармейского движения. Причем не только из нашего региона, но и из соседних областей. Например, специально во Владимир ради этой выставки приехала делегация из Рязани. Упечатление, конечно, большое. Во-первых, дети своими глазами, я имею в виду юноармейцы, те, кто здесь присутствуют, своими глазами увидели, с какой техникой приходится воевать нашим ребятам там, в далекой Сирии. Они своими глазами увидели это. Руками могли пощупать, где-то что-то посмотреть, больше убедиться. Да, техника вроде бы и старая, но вооружение на ней было самое современное поставлено. Всего за время акции поезд, захваченный военной техникой боевиков, побывает в 60 городах нашей страны, от Москвы до Мурманска. Завершит свой путь эшелон 28 апреля. В этот день его встретят в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в Московской области.